Привет, ребятня! Это подкаст, который был записан 13-го числа, должен был он выйти 26-го февраля, но по всем понятным причинам этого не произошло. И вообще я его выкладываю только потому, что было потрачено достаточно много денег, это я снимал все на свои, и оборудование, и все на свете, это стоит денег. Абсолютно потерявший актуальность подкаст, ничего здесь нет важного, это просто болтовня двух друзей, о какой-то глупости. Я надеюсь, что он просто кому-то скрасит время, кому-то скрасит вечер, надеюсь, у вас все хорошо, надеюсь, вы в порядке. Можете подписаться, там вот всю активность проявить, где это вышло, подпишитесь на это, и напишите, если какая-то конструктивная критика у вас есть по поводу всего этого. Да, а еще, вот вам и заставка, поехали, берегите себя. Все, мы тут. Боже мой, как резко. Привет, это выпуск подкаста с интересным названием, классное название. У меня в гостях, я не знаю, как говорить, но не в гостях, не у меня, в прекрасном месте под названием Септа на Большой Феревской 4, очень уютное заведение, это винный бар, винно-коктейльный бар. Шат-аут. И еще здесь винный магазин, я там пообщался, Кристина, кавист, рассказал мне про оранжевое вино, послушал, класс, заходите, если есть кайф. Вот так и назови, оранжевое вино. Оранжевое вино? Да. Так уже было что-то подобное. Вино из дуванчика? Розовое вино было. Где? У Федука. А. Это Коля Андреев, вы знаете, в представлении не нуждается легенда русской комедии, как раз подкаст, одна из форм самореализации, знаешь, самый простой. Когда ты вроде бы научился слова в предложении, ну или не научился. Ну в общем как, иногда знаешь, иногда есть пробки, которые пробки, ну типа потому что вот напряженное движение, люди выезжают с работы, ну где-то случилось ДТП. Иногда есть пробки, потому что ты пошел ты нахуй, вот такие пробки. Знаком с такими? Объясни. Выезд с Арбата на внешнюю трешку, то есть туда вниз к парку культуры, вот. И короче там полоса на выезд как раз. И я встал на такси и показывал, типа до местного значения вам 25 минут. И через 20 минут я на том же месте стою и до местного значения 27 минут. Просто в том, что да пошел я нахуй сегодня. Вот этот маршрут, ехать с Арбат, о, как раз для людей, не живущих в Москве, абсолютно интересная часть. И я еще пару раз ехал из стендап-кафе, куда нахуй либо. И вот с Китая города, с Покровки, там невозможно вообще. Не с Покровки, с Покровки. Да, с Покровки. Покровка-Петровка. Я просто, мне нужно было ехать до Белорусской, и мне показывает ехать 17 минут. Я за 17 минут доехал до Цветного бульвара вот по этому, по бульварам просто. И ты злишься, и тебе непонятно, куда эту злость деть. Ты на заднем сиденье еще даже не водила, ты по руле ударить не можешь. Ты просто... Я опаздываю. Я бы хотел чаще таких людей видеть в такси. Знаешь, что просто такси едет на заднем сиденье, у кого-то истерика. Ты пообращай внимание. Просто я думаю, ты можешь во время... Нет, не можешь. Но в целом, если ты начнешь заниматься своими на роли, конечно, ты сможешь просто ходить по попкам и заглядывать в окна, знаешь, комфорт-плюса. Вот в это время. Комфорт-плюс тоже, опять же, люди нерешенные еще. Вы определились, свой комфорт или бизнес уже все-таки можете себе позволить? А, некий юмористический разгон? Имеется. Имеется. А ты комфорт или бизнес? А я Uber, поэтому я... Black? Нет, Select. Ты Select. Ну да, там нету вот этого. И там, да, хуй знает, что при... И, в общем, когда я стою в пробке, я вижу этот замечательный район. Мы же снимаем, по сути, это не небоскреб, но это высотка. Да. И это высотка с внутренними дворами. Да. И это все пиздатые. Но они днем, во время снега, снегопада, пока еще не зажились окна, выглядят, как будто огромный ребенок рассыпал пиздатые лего, не построил его и ушел. Потому что это правда такой какой-то... Ну, знаешь, это район, который хороший, но ты в нем сразу задаешь вопрос. Да. И что? И что вы тут собрались, типа, жить, детей растить? Какая-то такая фигня. В нем нет уюта вот этого старого дребезжащего дерьма пятиэтажного, но и... Слушай, для меня все равно, я вот переезжаю сюда из... Сейчас уже, конечно, я присытился. Я бы уже посмотрел на весь этот сталинский ампир и так далее. На все эти старые красивые дома с дворами классными, с людьми, которые там живут не в первом поколении, они ухаживают и любят свой двор. Но если бы я приехал из региона, знаешь, где вот эти однотипные, блядь, по всей России одинаковые дома и увидел вот это все, я бы охуел. Я бы такой, вау! Это же нету мозаики сбоку дома, с торца дома. 1985 карпичом выложено. Нет, у меня 1989 на доме было написано. И... А сейчас, конечно, уже присытившись всем этим, это такой... Это, во-первых, это многоэтажная застройка, это все превратится в гетто, и здесь будет невозможно жить. Движение заблокировано, парковочная институция ужасная. Что насчет логистики? Что насчет логистики у всех машин? А подземная парковка есть? Это подземный паркинг какой-нибудь? Смотрел два ролика Варламова и решил. Именно, именно. Варламов, конечно. Ну нет, здесь же все равно, здесь Филис, здесь не область, я не знаю, как область. Там я в какой-то аэропорт ехал, по-моему, я уже не вспомню. Но и там типа мини-город именно этого аэропорта. Знаешь, вот так вот на автострайде чуть поднимаешься. Во Внуково, по-моему, да? Возможно, Внуково. И там типа... А еще у нас есть город Внуково. И город прямо из огромного. То есть он и далеко, и вот там вот вся эта штука повторяется. Я вон так эту область за ней не буду так ухаживать и пидорасить, как здесь ухаживают и пидорасят. И такой вот там. Вот там выриснут проститутки будущие. Будущие виды наркотиков. Вот там сейчас они зреют. О, господи. Мне очень нравятся аэропорты. Обожаю аэропорты. Почему? Там всегда страшно. Кроме случая, когда ты приехал, прилетел. Не знаю. Мне нравится очень Шереметьево. И очень, знаешь, грустно, когда... Внуково. Очень. Внуково и Домодедово. Домодедово тоже грустно. Домодедово в одно время был похож на вокзал. Просто вокзал очередной, который на площади трех вокзалов. А здесь ощущение, будто... Обидно видеть людей, знаешь, когда ты летишь в Нижний Тагил, а люди летят в Лондон. И вы вот так вот расходитесь. И ты думаешь, господи, а мы же... А когда я? Когда моя очередь будет? И какое-то ощущение, знаешь, чего-то нового у меня всегда было. Я ехал в аэропорт, и такой, о, я что-то новое увижу на днях. Через пару часов. Вот это exciting. Классно. Да, когда в другую страну в детстве летишь, да. Ты вылетел в ночной зиму, потому что проснулся в 4 утра. Да. И там дядя Леша вас довез. А прилетаешь ты в день, ну, в утро, в утро турецкого лета какого-то. Согласен. Ну, а ты не задавался этим вопросом? Типа, а что здесь в самолете в Нижний Тагил делают все остальные люди? Да, постоянно. Кроме меня. Постоянно. Типа, вы что, на регулярной основе вы это делаете? Или это просто порыв души, а в Нижний Тагил? Ну, в Нижнем Тагиле, кстати, нету аэропорта. Там людей выкидывают просто, пока смотрят? Да, да, да. Они просто чуть ниже над землей летят. Ну, он же нижний. Ну, руки переломаешь немножко, и все. В Екатеринбург просто он садится. Я ездил в Нижний Тагил. Блин, это очень странно. Знаешь, я так рад был и до сих пор рад, что могу отказываться от каких-то выступлений. Я очень долго не мог отказываться. Ну, любая работа, я такой, мне. Я не воспринимал это как работа. Я такой, Дим, хочешь деньги? Я такой, деньги? Конечно, хочу. Что делать нужно? Лететь в Нижний Тагил? Нету аэропорта, и тебя выкидывают? Я в деле. Что надо закрыть 20 минут? А где надо закрыть? А, в стриптиз-клубе. Я в деле. После Калантаряна. После Калантаряны. Мы с Артуром увиделись, и он видел, как у меня руки дрожали, ну, типа, полгода назад. И он такой, когда мы начинали, мы дрожали одинаково. А, он не дрожит сейчас? Нет, я раздражался сильнее. А, ты дальше ушел. Ну, хоть где-то Артур обскакал. А у вас, Калантаряна, гонорары одинаковые. Я никогда об этом не думал. Про то, знаешь, про друзей, а мы же все, ну, хорошо, мы приятели, как минимум все. Я никогда не думал про то, у кого сколько денег. И не хотел знать. Потому что не мое дело. У кого-то, знаешь, у Нурлана мне интересно, сколько денег. Потому что мы с ним, ну, никто. Сто тысяч миллионов вроде. Сто тысяч миллионов. Ну, что-то вот такое. И просто такой, у, круто, все равно, круто, у Нурлана столько денег, например. А сколько у Орлова, я не хочу знать. Ну, мне просто, ну, мне даже не интересно. Вот у тебя сорок пар кроссовок? Ну. А ты где хранишь? Шкаф под них купил? Да. Вот Орлова такой же для денег. Думаешь? Угу. У него сорок пар денег. Он покупает себе авторские деньги, понимаешь? Есть какие-то деньги, которые не для всех доступны, а какие-то, ну, такие, прям, понимаешь, от Рэвиса Скотта деньги. Да и дай бог, дай бог. Конечно, дай бог. Я рад, блин, наоборот. Ну, и он их носит. Я не знаю, есть люди, за кого я вот интересно, есть люди, за которых ты не рад? А ты? А почему ты за меня не рад? Ну, надо было что-то ответить быстро. А почему ты за меня не рад, Коль? Надо было ответить быстро и так, чтобы диалог куда-то дальше пошел. А что бы ты такой? Отсел. А что ты за меня не рад? У меня просто спина болит. У меня тоже. Подушки иногда помогают, типа, черную подушку. У меня вот здесь, не, не поясница, у меня вот шея. Ой, и кто к компьютерному креслу привык? Привык, привык. А ты его перевозил, кстати, да? Да. И как 30 килограмм перевозить? А я деньги заплатил людям. А, я не сами, это просто насилие. Ну да, я его там разобрал просто, крестовину отдельно. Блин, я в этот момент себя таким мужиком чувствую. Знаешь, что там, блядь, кручу-верчу. И потом обратно прикрутил? Потом обратно. И все, у тебя навык открылся, что знание, как собрать и разобрать кресло. Я недавно полку из Икеи собирал. И я собрал большую часть, и я понял, что я неправильно, там, где вот таких прикладины. И я перепутал, по-разному их поставил. Я так матерился, блядь. Когда ты, ну вот это вот, как отцы наши, знаешь? Когда, сука, орать еще не на кого, блядь. Никто этого не видел. Сука, блядь. Начинаешь это потихоньку перебирать. Все руки себе разодрал. Все в кровище. Правда. Я потом пиво открыл, сижу, думаю, бабу бы сейчас, локтяшу бы спать шла. Это по-прежнему реальность или это уже фантазия давно на крови еще началась? Нет, на крови еще реальность. Разодрал руки в кровь. Нет, ну женщину не ударил. Смотри, оно стояло? Да. Функцию полки выполняла? Да, но я бы знал, что оно неправильно. А, и это бы съедало тебя. Это меня жрет вообще. Я не знаю, у меня появились штуки, я стал заправлять кровать. Я никогда в жизни, ну вот пока живу один-двенадцать лет, я никогда не заправлял кровать, а здесь я не могу уйти. Я пойду разуюсь, и вот это вот просто, знаешь, чтобы и окошко стал открывать, и приходишь, когда домой, в прохладную постельку, хлоп. Нет, окошко я понимаю, а заправлять как? Ты аккуратно одеяло ложишь? Да. Потому что еще следующий этап, это покрывало. Да, ну покрывало, нет. Тебе есть покрывало? Нет, я не настолько еще вышел до шкафа. Ну может, не знаю, может ли через десять такой, а одеяло, чтобы зря не пылилось? Вот, а потом, когда тебе шестьдесят будет, такой, на кровати сидеть нельзя, пока покрывало есть, вот вечером. Ну, днем у тебя дела, вечером ложишься, покрывало, сымаешь, одеяло расхуяриваешь. Сдался, сдался, на мат перешел. Я купил ковер, мой. Ты знаешь что? Пыли стало в разы меньше, потому что она вся теперь в ковре. Я теперь понял, почему у родителей дома стояли ковры, потому что наши родители такие же лентяи, как и мы. Я понял, почему мои родители жили в городе Ковров. Закончи, пожалуйста. В Владимирской области. Заканчивает сутки. Чтобы в их жизни пыли было по минимуму. Нормально, нормально. Вводите камеру на то, как Дима трогает татухи. Лица необязательные. Тату-порн. Ну, смотри, у меня есть тема, некоторая. Да, ты подготовился. У меня тоже какие-то темы были, но давай. Нет, давай ты начни с темы. Да, забудь. А что у тебя на ноутбуке? Гей-порно снова. Да, хочу, чтобы тут... Я собрал смех, между прочим. Твоя фотография была. А это смех из жалости. А, а мне любой подходит. И смех, и секс, и жалость. И секс, и жалость. Да, да, да. Не было секса, Коль. Какую ты подготовил тему? Про не было секса я попрошу тебя вырезать. Хочу показаться с ёбарем. Коль, был секс? Концовку записали. Так, давай. Ну, должно что-то меняться. Должна дорожить вода в стаканах. Ну, хотя нет, я думаю, мы дорожим достаточно. В общем, я в отношениях молодых. И я снова врубаюсь в то, что это не очень простые отношения. Потому что я был в простых отношениях. А это непростые отношения. А непростые отношения подразумевают недопонимание друг друга в беседе. И так как мне уже больше 30 лет, я думал, что я в рот гибал и я всё это прошёл. Я такой, типа, абсолютное понимание и знание сейчас. Ну, то есть, ссориться можно из-за несогласия в чём-то. Например, не знаю, Спартак или ЦСКА. Допустим, я за Спартака, а моя жена за ЦСКА. Проблемы могут быть из-за несогласия в чём-то. Я люблю отдыхать за городом, я люблю отдыхать за рубежом. Ну, какие-то просто позиции. Это позиции разные. На один и тот же вопрос разные ответы. А оказывается, что есть в коммуникации самой проблема. То есть, мне женщина рассказывает историю о том, как она делилась со своей подругой, тем, как мы проводим досуг. Её подруга недоумевала тому, как мы проводим досуг, потому что ей кажется, что это плохой досуг. А женщина моя говорит, что, типа, вот, как оказывается, она не может понять, как хорошо мы проводим досуг. И её точка зрения, вернее, и она искренне считает, что она поделилась с тем, как нам с ней хорошо, и это никто не понимает. А я же услышал, что её подруга не понимает... Блядь, я такими общими словами говорю. — Добро пожаловать. — Потому что, да, нужно... Это как про политику или про что-то. Очень осторожно этот человек. Только всё общими категориями. Ну, в общем, подруга моя женщина не врубается, как мы можем так хуёво проводить время. Это то, что я слышу. И так это подруга женщины, значит, это важный для неё человек, значит, мне нужно меняться. И я говорю, окей, я понимаю, что мы хуёво проводим досуг. И она такая, нет, я тебе говорю, как нам хорошо вместе, как мы друг друга понимаем. — А зачем тогда ты мне эту информацию даёшь? — Ну, а это моя позиция, понимаешь? Потому что она это рассказала. То есть шахматная партия, если тут шахматы, нахуй, блядь, начать играть, она говорит, что я просто рассказываю тебе о том, как прошёл мой день во всей полноте. — Да. — Потому что ты же просишь меня рассказывать. — Ай, блядь, я вообще... — Продолжай, мне очень нравится. — Мне нелегко. — Я понимаю, ну... — И последний раз мне было так нелегко давно. Потом было легко, а сейчас снова, блядь, нелегко. — Так. — Как может быть? Я зарабатывал даже деньги когда-то тем, что в микрофон говорил. Слова, собранные в предложении. Я думал, я прошёл эту штуку до конца. А здесь оказывается, что мы, блядь, вот на маленькой-маленькой ямочке уже споткнулись и уже дальше не можем идти. — Я не... Я могу, да, про это говорить нормально? — Да. — Ну, я понимаю. Я понимаю, про что ты говоришь. Я находился какое-то время в похожих... С тем, как рассказать, как у тебя день. — Да. — Ты правда просишь её рассказывать? — Ну, нет, вообще проблемы начинаются почти сразу. То есть как будто я когда-то услышал о том, что могут быть здоровые, красивые отношения. И я, знаешь, как вот тот инвалид из трёхсот спартанцев, который тоже хотел быть спартанцем. То есть я знаю, что вот есть спартанцы, голые, накаченные люди. Но сам я даже щит поднять не могу, но хочу искренне быть. Слава богу, удачное сравнение, сука, нашёл. Через удачное сравнение куда легче отправляться дальше. И вот так и здесь. Я, допустим, рассказываю, как прошёл день, но я знаю, что её триггерят какие-то вещи, поэтому я вру ей, как прошёл мой день. И не то, чтобы вру, потому что я в это время, не знаю, ебался с другими. Или тратил деньги на шлюх. Всё сводится к тому, что ты ебался с другими. Я ради неё утаиваю, возможно, часть правды. Которая её расстроит. Которая её расстроит. Которая повлечёт за собой разговор, который ни к чему не приведёт. Точно не будет продуктивной, не позволит построить следующих блоков в отношениях. И это приводит по факту к тому, что я ей вру, что если она узнает об этом, она может использовать это как аргумент. Ты прям слышишь? Вот если ты такими категориями мыслишь, я что-то лишнее скажу, и она потом меня этим сама и задушит. Это прям как будто бы не очень здорово всё звучит. Когда, блядь, я не очень долго находился в отношениях, где я могу всё говорить. Вообще, вот это, знаешь, свободные отношения меня, которые хуйня, которые не работают, как выяснилось. Ну, у меня не работают они. И можно говорить что угодно. И это круто, когда ты не выбираешь слова, и человек тоже не выбирает слова. И у меня был опыт, когда я вот такой... Меня спрашивают, а кто сегодня был в баре, когда ты заходил выпить после работы? И ты врёшь. И я вру. Я не договариваю, кто был. Потому что, ну, вот этого человека не было. И у меня с этим человеком ничего не происходило. Вообще. Мы, возможно, даже в этот вечер не разговаривали. Но. Да, да, да. Но он так себя показал, или у неё есть чуйка, что он плохо влияет, или что-то, что-то. Так что лучше, чтобы избежать, да, вот какой-то 30-секундной нехорошести, этого человека убрать, вырезать, да. Замазать, как рядом со Сталином, как исчезали люди на фотографии. Блин, это потрясающе. Тоже натыкался недавно на это. Ну, это чаще всего, конечно, были женщины. После развенчения культа личности Сталина его тоже замазали на фотографии. В итоге это стало просто фотография. Фотография, да, причала. Это слышишь, Марти Маклай что-то наделал из фотографии. Люди начали... Блин, это смешно. Смешно достаточно. Смешно. Ну, там надо для сетапа погрузить людей в контекст исчезновения. Но, смотри, я не к тому, что, типа, мы всегда противодействуем, типа, как кто на кого может ругаться. Я к тому, что... Ты чувствуешь, что какая-то лишняя информация может потом тебе обернуться... Точно выйти в Бога. Да. Все, что вы им скажете. И поэтому мне нужно соблюдать континуум вранья. То есть я не могу сказать, что, типа, вот, я был в баре, и там был только Коваль. Да. А там был, кроме Ковалья, еще, я не знаю, другой человек. Ага. И после этого я там смотрю... А, в последний раз мы виделись с Ковалем, да, когда вот еще... Ну, то есть мне надо помнить все свое вранье. Все ложь. О, да, это как в детстве. Но ты понимаешь, что я ведь не хочу врать, я хочу только... А если я скажу, что этот человек ничего страшного, с ним у меня нет... Ну, пожалуйста, поверь мне, мой партнер по жизни искренне, что не то, что... Ну, блядь, Олег. Олег Миньков. Миньков. А Олег Миньков, его женщина любит за то, что он постоянно там со всеми лобызается и всем выпивку покупает и говорит, а пойдемте в бордель. Да, да. Вот, я говорю, так я не общаюсь с ним. С Олегом Миньковым. Угу, я просто с Коварем зашел и пить пиво. И она скажет, да, ну, а вы могли зайти и пить пиво вдруг? Какое место? Ну, то есть я не хочу врать, но мне приходится врать ради нее, потому что я знаю, что распутывать клубок не получится. И она скажет, он просто тебя загипнотизировал. Ты даже не понимаешь, как ты попадаешь под его влияние. И это первое, что меня смущает. Второе, что мне приходится выбирать формулировки. О-о-о. Блядь, ты женился, что ли? Нет, я просто в отношениях, знаешь... Изначально в абьюзивных каких-то. Коль. А. Ну, это странно. Я, короче, это очень попахивает какими-то манипуляциями. Это созависимостью попахивает. Вот чем это попахивает. Возможно, человек не хочет тебя вообще ни с кем делить. Ты никогда не влюблялся настолько в человека, когда такой, я боюсь тебя потерять настолько, потому что без тебя моя жизнь станет пустой, и мне нечего будет делать в свободное время, а с тобой я заземляюсь. Ну, тогда это... Тогда фокус не на том, что это я, а на том, что это какой-то вид спасения от скуки и досуга. То есть, может, вместо я поставить кого-то другого, более удобного претендента на внимание-времени. А вот в последнем выпуске «Разгонов», вот этот, которому говорили, что 39 лет, а ему не 39, это кто? Это Марат. А, Марат, да, я говорю, ему 36. А вы с ним не общаетесь, да, наверное? Ну, то есть, с ним мало знаком. Почему? Ну, потому что больше как-то, ну, с молодыми общаешься. С какими молодыми? У меня круг общения — это Дима и Вова. Вова старше меня. А, ну я в основном, наверное, из-за Димы. Вы с ним там это же? Ну да, мы с ним разговариваем. Угу. Ну вот. Блядь, а может, это просто... Надо все подвергать сомнению. Давай так. Возможно, ты пизданутый. Возможно, в этих разговорах действительно ничего нет. Возможно, годы потребления этилового спирта тебе что-то в мозгу разрушили, и у тебя началась какая-то мания, и ты людей вокруг подозреваешь. Ты меня сейчас в чем-нибудь подозреваешь? Нет. Тогда, блядь, не знаю. Так и юную алкоголичку. Каждый раз запикивай это. Юную алкоголичку. Тоже ни в чем не подозреваю. Потому что ее не... Она открытая книга. Ты ее спрашиваешь, что ты хочешь? Она говорит... Алкоголь. Нет, все-таки... Она будет тебе говорить, а ты с Маратом не общаешься. И она будет говорить, не общайся с Маратом. Ты говоришь, почему? Потому что у него нет алкоголя. Вот и все. Вот все ее ценности. Все понятно. Нет, она скажет, о, Марат, там прикольный тип или неприкольный тип. Все. То есть не начнут прорастать какие-то корни, взаимодействие чего-то. Ты знаешь, что с утра... Блин, это очень странно. Коль, я слушаю. Мы с тобой про это не разговаривали. Ты мне пару раз что-то так вскользь говорил про это. Но вот сейчас мы первый раз про это говорим. На камеру почему-то. И, блин, ну это жутковато. То есть я прям... Я напрягаюсь. Я напрягаюсь сейчас просто от того, что, знаешь, мне девушка может обидеться на меня. Я ни с кем не встречаюсь. Я в каких-то свободных там отношениях время от времени нахожусь. И если мне девушка говорит, можно я приеду? Я говорю, я не хочу сегодня. И она обижается на это. Я такой, о, на меня давят. И я стараюсь побыстрее из этого выйти. Если я к человеку ничего не чувствую, такой, ну, не нужно. Это просто усугубит все. А здесь... Ну, это вот худший момент моих отношений ты описываешь. Когда мы с Сашей встречались... Я, кстати, думаю, Сашу позвать на подкаст. А, замечательно, замечательно. Мы все хотим позвать наших матерей на подкаст. Нет, Саша не моя мать, она моя бывшая. И мать позовут уже. Вот, именно. Ну, типа... И вот, чтобы микрофоны, искренность какую-то... Да, да, да. И потом собрать соскоблить, как парфюмер делал с воском. И вот выложить 40 минут, чтобы у этого было 1000,6 просмотров. Да, да. Он такой, зато это искусство, настоящее, искреннее. Надо никому не нужно. Ну, а мы все хотим позвать на свои подкасты матерей. Но я тебе говорю, это вот худшее время ты описываешь в моих отношениях. Прям ужасное. Чтобы не было неприятного разговора, где ты говоришь, что ничего между нами и не было. На это она отвечает. Так если ничего между вами и не было, зачем у вас вообще что-то было? Потому что до этого ты меня в чем-то подозревала. Я увижу тебя недовольную. У нас в такси мы сядем, мы будем молчать. Я буду спрашивать, в чем дело. Ты будешь говорить, ни в чем, нет никакого дела. Мы зайдем домой. Я захочу сеть за комп или пойти спать. Ты скажешь, все, это ты. А ничего не хочешь сказать? И нахуй мне в жизни эти моменты, если я могу удалить, не сказать. Ты знаешь, что самое обидное, что их пиздить нельзя после этого всего. Не, ну типа, это же отрезвляет. Безусловно. Кулаком в ёбыч. А не поэтому так и хуя. Бля. Ты прям... Ты в отношениях, слышишь? Когда вот это... Блядь. Когда ты... Я не знаю, блин, это... Я понимаю эту злость, когда ты хочешь... Когда у тебя закончились все аргументы, когда ты все свои знания, умения социально налаживать связи, они не помогают. Нет, они исчезли. Ты быстро стала австралопитеком. То есть ты, казалось бы, умел говорить, импровизировать что-то. А тут... Когда тебе просто говорят какую-то... Знаешь, когда со сцены спрашиваешь, а кем вы работаете, тебе говорят, я айтишник. Я вот даже перестал. Мне говорят, я в айти-компании, я такой, до свидания. Никогда. Ноль смешных шуток на это есть. И вот здесь приблизительно то же самое. О, знаешь, шестизначная сумма, да? Да, да, да. Бабу не видел, наверное, никогда. Не видел. Денег до хуя, до хуя. Вот все. Это разговор с айтишником со сцены. Больше ничего нет. Но это, блядь. Вот ты рассказываешь про это, Колька. Это, конечно... Или, ну, то есть, как я тебя понимал, например, знаешь, когда ты, я не знаю, для эфиров или нет, когда ты покупаешь пару кроссовок за 15 тысяч и говоришь, что купил их за три. Да, да, да. Вот такие вещи. Когда ты буквально на каждом этапе реальности врешь, это что? Это, получается, значит, что ты сомневаешься в собственном существовании? Нет, ты сомневаешься в своем выборе. Как по мне. Но я тебе говорю, нормальные отношения вот не такие. Они не так выглядят. Я понимаю, потому что, когда ты даже один, ну, то есть, я знаю, что у меня есть проблемы, у меня есть проблемы с зависимостью, там, проблемы с общением с людьми порой. Но при этом я такой вот, ну, как-то живу дни. А потом оказывается, что, когда в моей жизни появляется еще какой-то человек, у меня есть, типа, досуг, время, связанное с ним, с этим человеком. Наша совместная досуг, общение, не знаю, любовь, досуг, блядь, досуг, это называется досуг. А есть еще время, где я продолжаю вот так вот по жизни. И вдруг оказывается, что я вот в этом очень плохо. То есть, я думал, что я в этом хорош, а когда появляется другой человек, я вдруг плох. И то, что я делаю, я делаю неправильно. И где-то я... И оказывается, что я не просто иду, а еще иду с целью, чтобы насолить ей, отравить ей жизнь просто тем, что я, блядь, продолжаю идти как шоу. Восемь лет. Бля, ну ты живой, как будто бы теперь стал. Этого не было. Ну, нет, это... Ну, я живой, что через хуёвый, я себе могу в ногу выстрелить. Я тоже тогда буду очень живым, мне будет больно очень. Но, знаешь, не освежающе больно, не то, что жизнь заиграла краской, а просто боль, буквально, брутально, боль, кровь, кишки, в ноге кишки. Зачем ты терпишь? Ой, блядь, извини, извини, я знаю, блядь, я знаю, что на этот вопрос нет ответа. Я знаю прекрасно, я прекрасно понимаю. Из-за ожидания, что всё станет лучше, из-за неё, из-за себя. Да-да-да, огромное количество причин, почему ты находишься и продолжаешь находиться в этом. Ну, это, короче, я думаю, что я повзрослел, вывод такой. Повзрослел, знаешь, полностью. Да. У меня выросла эмпатия, выросло понимание мира. Хуй. Хуй вырос? Хуй. Знаешь, с первой говорю, хуй, типа, вырос, в скобках. Хуй. А-а-а. Нет. Бать-то, конечно, закончил. Ну, и тут я не знаю, как нужно. Я поэтому решил, что я буду читать книжки, связанные там с коммуникацией между людьми. Потому что иногда бывают такие хорошие формулировки, которые, по сути, могут устранить вот эти вот проблемы. Эти именно доёбы из-за того, что как-то ты... А вот ты врал мне тогда. Это не врань. Ну, я как будто потерял вообще возможность. То есть есть же, знаешь, бабы иногда с любовью вспоминают каких-то своих бывших, которые были такие прям вот... Никогда не натыкался, прикинь. Ни разу у меня не было девчонок, которые мне говорили, вот у меня бывший, блядь, вот такой. Нет, так они все, естественно, пидорасы. У меня все бывшие пидорасы, говорит женщина. А, я думал, это ты уже такой. Ну, один бывший у меня вот такой вот урод, второй вообще мудак, а третий пидорас. А ты такой у меня зайка? Я такой, не-не-не, я просто без пяти... Я будущий пидорас, да? Я в одном ряду, я потом, когда сменишь ты меня на одиночество, и потом на следующего, я пойду и всем каждому из них пожму руку, типа, вы очередь пидорасовая. Блядь, факт, факт, это есть такая... Слушай, ну ты вот говоришь, что вроде бы эмпатия выросла и так далее, но ты достаточно быстро вообще выкупил все там, где ты находишься. Очень быстро. Ну или я алкоголик-параноик. Нет-нет-нет, то, что ты говоришь, смотри, я не... А ты просто моя подружка, которая по-любому меня поддерживает. Любой, ах он мудак, он мудак. Ой, брось, я не такая подружка. Я, если ты факапишь, я тебе говорю, что ты обосрал все. Просни, блядь. А здесь, ну, я говорю, я не владею информацией, я не могу какие-то ярлыки весить. Ну вот, как мне кажется, подозреваю, что это очень что-то нездоровое, где тебе просто... Блядь, когда ты в начале отношений не можешь сказать, где ты с кем-то и что-то... Ничего хорошего нет. У меня каждый раз, когда у меня появлялась какая-то девушка, которую, ну, я прям такой... Я хотел ее всем друзьям показать. Я хотел со всеми познакомиться и сказать, смотрите, крудая какая. А? Ест не с пола. Вот это нашел вообще. Золото. Воспитано, красиво. Хотя, казалось бы. И вот это все описывает, конечно, ужасный опыт тоже моего существования, где не можешь сказать, где кроссовки за три тысячи. И сейчас, находясь... Когда я нахожусь один, первый раз в жизни. Я сейчас первый раз могу купить что-то без зазрения совести. Абсолютно, знаешь, без грустного лица дома. Я могу купить в неделю две пары кроссовок, которые мне, знаешь, зачем нужны? Низачем. Они мне не нужны, потому что я хочу, потому что я могу. И я так долго от этого избавлялся, когда я все равно, знаешь, что-то покупал. И у меня в голове был человек, который такой, что ты делаешь? Ну, тебе... Слушай, я вот с Вовой в этом плане согласен. Мы находимся в том возрасте, когда ты съезжаешься в дальнейшем, чтобы уже заводить семью. И если у тебя нет уверенности в этом, не надо, блядь. Я сейчас в отношения-то не вступаю, если я не уверен, что я такой, блядь. Я что-то хочу. Я также уверен в том, что серия ударов должна быть нанесена исходя из того, что каждый удар является своим намерением убить оппонента. В целом, да. One punch man. One punch man. One punch man. Но я вообще, я знаешь, я говорю это и сомневаюсь. Сомневаюсь, что это вообще... Я сомневаюсь, что все это как будто можно говорить. Потому что, видишь, ну типа я вроде умный, а в этом такой тупой. На банальные вопросы ответить не могу. А зачем я нахожусь в отношениях? Я тебе говорил, слушай, это же называется вроде газлайтинг как раз. По сути, газлайтинг это уже подмена понятий, верно? А, я думаю, это газовое освещение до электрификации. Это было, когда газовые лампы стояли. Да, да, газовые лампы. Да, но потом это, ну знаешь, слово, когда обретает второй смысл спустя много лет. А, и второй смысл это что, подмена понятий? По-моему, да. Я уже запутался во всех этих штуках. Вы знаете. Или сперва это было подмена понятий, а потом дошли до газовых ламп. Я пытаюсь действительно вспомнить. Ты не помнишь сам? Не, газлайтинг это когда ты это надумала. А, этого ничего нет. Ну вот, вот, вот. Тебе, ну, совершенно зря кажется, будто я смотрю на других женщин. Вот. Но нет, как будто газлайтингом буду заниматься я, если буду говорить ей, что ничего опасного в моем общении с этой бесплатной проституткой нету. С тобой. Я все хотел сказать. Ладно. Я хотел сказать, ты вот все еще общаешься. А, и назвать имя. Имя женщины. Блин. Ну, понимаете, ну да, тут нужно свернуть либо быстро на одного из нас, либо на кого-то. Да-да-да. На наших знакомых. Но не на каждого, потому что девочки еще и обижаются. Ты быстро заворачиваешь на меня всегда, а я ручничок дергаю, ну, не дергаю, я держусь за ручник перед поворотом. И, слава богу, иногда просто притормаживаю, чтобы в занос не уходить. В этом все, мы говорим. Ну, вот с этой женщиной, у которой постоянно падают бретельки платья, она вот так вот с сиськами своими огромными налево и направо ходит. Вот. Которая постоянно всем сосет. Я с ней... Она мой друг. Которая здоровается, целует тебя в хуй. Привет, Коль. О, Дим, привет. Яйцо, яйцо хуй. Ну, конечно, да. Нет, смотри. Газлайтинг, смотри, говорят, типа, вот, ну, мне не нравится, что ты проводишь время вот в этом виде досуга, или вот с этими людьми. А я говорю тебе, в этом нет ничего страшного. Да. Он безобиден, он не ставит под угрозу наши с тобой отношения. Это тот вид развлечений, который я выбрал достаточно давно для себя, и он приносит мне радость и душевный покой. И это газлайтинг. То есть ее подозрения, они такие, это плохо для тебя. Я говорю тебе, это неплохо. И она может взять этот термин, газлайтинг, и кинуть его, да. К тебе, ага. Ну, ты считаешь, значит, мои подозрения беспочвенными. Ты считаешь, ты мою заботу обращаешь против меня и говоришь мне, что я просто зря трачу свои эмоциональные силы. Ладно, ладно, все эти новомодные слова, все-таки очень сложно в них разобраться. Я до сих пор не понимаю, абьюзер я, газлайтер или пидор. Я до сих пор не разобрался с этим. Во-первых, ты пидор, а во-вторых, абьюзер подразумевает газлайтер. Абьюз — это, ну, пользование человека. Нехорошее пользование, потому что ты чего-то от него хочешь, ты хочешь, чтобы он чего-то не знал или знал, что... То есть абьюз — это почти что... Ну, манипуляция — это, блядь. Да, да. Это нездоровые отношения. Но, с другой стороны, манипуляция — это очень много чего. Слушай, меня очень, знаешь, что раздражало всегда? Будучи, находясь в отношениях... Люди около 30 пытаются разобраться в сурожике школьницы. Когда я начинал с кем-то подмучивать, и это, как правило, сейчас женщины моложе 25 и вообще... Короче, по 22 в среднем. О, последний год, когда женщина хороша. Фак. И последний раз, когда я... Блядь, надо дольше улыбаться, чтобы было понятно, что мы шутим, потому что иначе... И не улыбаться вообще. Когда я начинал заботу проявлять какую-то, и мне говорили, вот это ты делаешь, чтобы меня удержать. Ты делаешь, чтобы я вот поняла, что ты хороший, и никуда бы не уходило. А я такой, так, блядь, так работает вообще взаимоотношение с любыми людьми. Ты, ну, ты как, блядь, дружишь-то с людьми? И понимаешь, я когда... Ну, я зашуганный черт. И когда я в себе разблокировал функцию бескорыстной заботы о ком-то, я этому... Ух, я так в это влетал. Мне так нравилось заботиться о человеке. А потом мне этот человек говорит, ты это делал для себя. И я такой... Ну... Ну, а я ж... Черт зашуганный. И я все подвергаю сомнениям. То есть я такой, может быть. И я начинаю себя перекапывать. Я такой... Я долго с этим, знаешь, я в какой-то момент начал верить. Когда мне говорят, ты уебок, ты уебок. Ты не так делал, ты не так делал. Не это. А потом, слава богу, я поговорил с психотерапевтом. И мне говорят, бля, а почему ты ведешься на это обесценивание? Человек тебя посылает к черту. И ему легче верить в то, не что ты хороший, а в то, что ты черт зашуганный. И все. Руку вытяни, вот чуть дальше еще. А рубашечку оставь. Вот так вот, да, спасибо. Мы же для аудитории тоже работаем. Да, да, да. Но тут можно сказать, что психолог просто тебя хочет отбить у твоей нынешней женщины. Нет. Ну, что я... Она, блядь, слушай, она все мои проблемы слушает. Я уверен, что она такая, давай, блядь, удачи. Удачи этим женщинам. Дай им мой контакт. Я им помогу. Транквилизаторы дам, чтобы они себя не убили. И когда ты не можешь что-то сказать, и тебе нужно объяснять это все. Нужно штук 20 из этих игрушек антистресс, которые ты мнешь, и они такие... Ага. Вот, нужно... И 20, потому что рвать, чтобы... Когда объяснить не можешь, ты сжимаешь так, что она все-таки лопается. Ну, ты же залишься, да, бывает очень сильно из-за этого. Да, но я сразу, потому что, видишь, наверное, это и значит неадекватность какая-то моя или нашего взаимодействия с ней. Потому что так я в беседе, например, с товарищем, с которым я не согласен, злобу я набираю постепенно. То есть постепенно перехожу на повышенный тон голоса, с большим рвением говорю. А здесь просто после одной оброненной фразы мне хочется наносить урон. Потому что ты знаешь, что за этой фразой стоит. Да, это триггер, на котором ты знаешь, что дальше начнется разбор полета. Я, блядь, я на всю жизнь запомнил свой первый такой взрыв. Помнишь, когда я расхерачивал мониторы, я тебе показывал. Ну, не стоило тогда и начинать, раз ты не смог. Жениться на мне, родить детей и умереть вместе в старости. Я, поэтому, собственно, четыре года, или сколько, три года, и ничего я не делал. Да? И как тебе было три года вот без этого? Неплохо. Неплохо. Вот без объятий было плохо. А остальное? Ну, нет, без, знаешь, веселого досуга. Есть же веселый досуг вместе. Когда вы лежите, пердите и смотрите там фильм. Да, охуительно. Или когда, не знаю, когда... Доставку выбираете. А? Доставку выбираете. Тут уже... Все уже, бля, ну... Не, не, смотри, типа, если ты выбираешь... Знаешь, что самое сексуальное в женщине? Вот, ну, объективно. Не знаю, мне очень нравится в женщине... Знаешь, что самое сексуальное в женщине? Вот честно, если вот без всякой... Пошли от нее. Ключица. Я не знаю. Я не знаю. Ключица. Именно сексуальная. Блин. А для меня отсутствие РПП. Расстройство пищевого поведения? Да. И когда ты впервые встречаешь женщину с отсутствием расстройств пищевого поведения, она не хочет есть, а потом у нее болит живот. А-а-а. Или она ест и потом вот так вот делает, потому что она не любит себя за то, что она съела больше, чем... Или она просит не упоминать здесь у мамы. Не знаю. Ну, понимаешь, это... То есть... Жрущий человек. Это какая-то отдельная история про маму была прям конкретная. У мамы. У мамы. А, у мамы. Вкус. А, я думал... О маме. Я думал, при чем тут еда и о маме не просит не вспоминать. Да, потому что эта женщина съела мать. Вот, вот. У меня приблизительно такая картина в голове появилась. Ну, в общем, то есть... Мне такие не попадались, прикинь. Это замечательно. Это я очень ценю. Поэтому... А вот с той, у которой есть проблемы с пищевым поведением... Мы давно не кушали. Ты, наверное, голодна. Да, я хочу есть. Давай выберем, что заказать. Мне неприятно то, что ты сейчас делаешь. Там, ну... А пиздить по-прежнему их нельзя, понимаешь? Ну, нельзя. Ну, в общем, о чем до этого речь была? О простых удовольствиях? О простых удовольствиях и про то, как одному находиться. Да, и, ну, знаешь, грустно. Иногда, иногда такой... О, я помню, я помню, как... Я помню ебаться. Хотя, мне кажется, я никогда в жизни не ебался. Почему? Ну, ебаться, это же значит ебаться. Я, ну... Занимался сексом. Любовью, возможно, даже. Ну, с чего мы все начинали? Наше воспитание начинало заниматься любовью. Это то, что мы узнаем первое. Из фильмов, да, из... Да, пара в фильмах, она занимается любовью. Заниматься любовью, и ты уже пробуешь это слово на вкус, и тебе так интимно и страшно, и что, если ты скажешь, а кто-то это услышит? Потом оказывается, что есть секс. Да. И секс — это просто более грубо, чем заниматься любовью. Потому что заниматься любовью, оно вот это... То, что твоя мама с папой делают, тьфу, взрослые. Но... А секс, он просто какой-то... А потом ты чуть-чуть взрослеешь, открываешь для себя интернет, и все. А там уже ебутся. А там и ебутся, и трахают, и трахаются. И, да, и лесбиянки есть, и вообще. Кошмар. Ну, я... Ну, короче, не помню, когда у меня это начало происходить. Ты... Как приходит интимная в твою жизнь? Ну, не интимная, а штука, связанная с сексом, со всем этим. Типа во сколько лет? Ты там, например, с мамой говорил? Никогда в жизни. Вот, и я никогда. Я один раз с отцом разговаривал, знаешь, и это было мне 26. Когда у нас в диалоге появилась какая-то история про секс. А до этого, не то, что это табуированным было, но, я полагаю, не моим родителям, ну, я не хотел бы. Я не думаю, что они бы смогли найти какие-то слова, которые мне бы нормально что-то объяснили. Я думаю, мы бы все... нам всем было бы очень стыдно, неловко. И я думаю, еще отчасти у меня родители такие, да с кем ты трахаться будешь? Господи, посмотри на себе чучело, блядь, огородное. Ну, какое-то огородное чучело. Ну, теперь, конечно, можно и поговорить. Ты чучело из элитных теплиц. Это я. Электронное Xiaomi. Чучело Xiaomi. У меня отец, там, пару раз напиваясь, кричал, мне, что нужно презервативы брать с собой. Ну, что ты слышишь, вот такое, может, как-то... Ну, это больше похоже на такую похабную народную веселость. Да. Ты типа... Это Гандал? Пробыть одному я все думаю. Я недавно осознал, что я один нахожусь, по большому счету, вот только полгода. Потому что до этого на протяжении все равно всего времени, там, всего моего... Всей моей жизни я всегда был с кем-то, я всегда жил с кем-то. У меня всегда был человек, знаешь, за которого я мог заземлиться, когда он даже, там, уже после расставания с Сашей все равно я находился так или иначе. И человек... Ну, мы много времени проводили, еще что-то. А сейчас я один. И ты знаешь, так спокойно. Вот ты рассказываешь про это, и я вспоминаю... И неспокойно. Да, и мне неспокойно становится. Это то, что меня, ну, пугает в отношениях сейчас. Ты когда рассказывал что-то, или когда ты пережил какие-то моменты, Саша, ну, давно, то есть сколько это было лет назад, я тоже, я ловил флэшбэк, и ты ловишь флэшбэк из-за того, что сейчас я говорю. Ну, это, типа, какая-то ступенечка, типа, вот так вот оно все падает. Да, и что ты и одинок, и одновременно с этим... Извини, но время от времени ты трахаешься с женщинами, о которых мечтает неудачник вроде меня лет десять назад. Я десять лет назад мечтаю об этих женщинах. О которых ты сейчас? Да. Слушай, я... Ну, это, короче, это так смешно и так здорово, что... Ты, ну, помнишь, когда ты мечтал о какой-то, о девчонке, о красивой? Да, вчера перед сном. И вот мы здесь. Доставай девчонку красиво. Я понимаю, про что ты говоришь, там, мечтать или не мечтать. Я не знаю, мне не особо нравится вот это ебаться. Мне надо ебаться. Знаешь, когда расставался, и вокруг меня мне казалось, что все ебутся. А потом я смотрю, да никто уже не... Ну, кроме Вовчика. Вовчик, прям он, ну, он амбассадор секса. Ему... Ему нужно как... Вова-проститутка, как будто бы, знаешь, неплохая. Проститутка, которая любит трахаться. А почему не купить? Мы его купили. Преданностью. Что? Не, поздравляю тебя, да, что наконец-то этот чернявый уехал. Теперь надо потихоньку занимать его место. Не хочу. Так я не смогу. И вот про то, что ты там говоришь мечтать о женщинах. Ну, я иногда, знаешь, я просто... Мне очень рстит такое большое количество внимания от девчонок. Но я такую ответственность чувствую, если я вдруг с кем-то из них пересплю. И поэтому я это делаю крайне редко. Если я начинаю с кем-то спать, я такой, ну, вот, типа, на полгода. И только с теми, кого ты не травмируешь еще. Да, конечно, конечно, не хочу. Типа, если она себе в голове выдумала историю, что вы, на самом деле, будете милой парой. Да, да, да. И будете вместе интересоваться каким-то увлечением фонома, что ты будешь поддерживать ее там в ее... Ну, короче, задать нереалистичные ожидания. На самом деле, на самом деле, это с возрастом, это видно по сообщению, по первому, которое девушка пишет. Ну, возможно, да, по первому общению. По первому общению, да, ну, плюс, не знаю, аватар. Ну, то есть ты смотришь соцсети, что-то профиль. И даже если она пишет, что, на самом деле, я очень грязный и развратный такой, да. Это очень здорово, что ты грязный. Ну, на самом деле, ты такая шалунья. Я видел ужасы, чудесные ужасы. Так что, ну, понимаешь, о чем я? Я понимаю. Ну, что она... Если ты хороший человек, который пытается заинтересовать тебя тем, что она, например, испорченная... Да. Знаешь, от счастья вот эта свобода какая-то и легкость. Но я вот не могу. Я вот смотрю, в директ иногда захожу просто посмотреть. Очень много, блядь, вот это. А давай куда-нибудь сходим. Я захожу, а там прям утеночек маленький, маленький-маленький. Ну, куда мы с тобой пойдем? Ну, куда мы с тобой пойдем? Тебе неловко будет? Мне неловко будет. В чем мы с тобой сидеть будем? Ты будешь стараться. Я буду пытаться как-то тоже тебя не обидеть по пути, не толкнуть, не разрушить, там, какой-то грубостью не задеть. Ты будешь спрашивать мне там что-то про стендапчик, еще что-то. Я буду спрашивать, где ты учишься. Это прикольно. Это вот именно, что проблемы белого человека, настоящая проблема белого человека. Да, да, да. Как справиться с повышенным вниманием со стороны противоположного пола. Нет, это ни в коем случае не проблема. Это чудесно и здорово. Безусловно, это лучше, чем полное отсутствие его в сотню тысяч раз. Если убирать из крайности, да, это лучше, наверное. Я не говорю, что это плохо. Просто немножко, ну, я не могу этим пользоваться ввиду, видимо, своих каких-то высокоморальных качеств. Я не знаю, как объяснить. Может, из-за того, что маменькин сынок. Из-за того, что маму воспитывала, и мама научила там нести ответственность перед девочками и так далее. Нет, мне просто казалось забавным, знаешь, когда я говорил, что... Помнишь, я тебе рассказывал, что когда-нибудь женщина, с которой у вас что-то было, но не сложилось до конца жизни. То есть просто это был этап в ваших жизнях. Она найдет себе Сергея. Помнишь? И как-нибудь, ну, вот прям, который прям полю... Ну, Сергей, который эмоционально вложится прямо в эту женщину. Так. И она будет чуть постарше. И как-то она вдруг вскользь упомянет, что что-то было между вами. Так. И Сергей прям возненавидит тебя. Потому что ты еще и со сцены говоришь. Ну, потому что явно там ты, вот его любимый, как-то воспользовался. Хотя, на самом деле, он понимает, что, типа, к нему она пошла просто за тем, чтобы поебаться и весело пожить, попить пиво. А вот с ним вот это отношение, и все, и она уже старше. Вот. И что, возможно, будут тебе поступать, что чем больше в твоей жизни каких-то отношений, особенно с молодым девчонками, вот этих веселых отношений, то тем больше потом в будущем каких-то мужиков будут смотреть зло, выпивая вот так вот пиво, будут смотреть твои ролики и такие, сука, ебаная. А это круто. Вот это бы я хотел. Не, ну и что просто, не, на самом деле, ну, мне от тебя ничего не надо. Просто давай встретимся, поговорим. Вот так мне ничего от тебя не надо, ну, блядь, ну. Блядь, по-моему, такое что-то было. Вот такое что-то было, знаешь, какой-то сумасшедший тип писал про девчонок, давай встретимся, поговорим, а я, ну, это там, ну, два месяца мы с ней что-то, знаешь, тусовались. Я такой, зачем? Не хочу, я боюсь. Для тебя это тусовка, для него, может, ну, просто, знаешь, я, например, я смотрел на женщину, думаю, вот, вот будь моей ты, я счастливее бы меня не найти было. Ну, а смотри, я просто там девятнадцатилетний какой-то парень сейчас, да, я такой смотрю на двадцатилетнюю девчонку, на девятнадцатилетнюю девчонку, говорю, а-а-а, ты мечта моя, я бы тебе, не знаю, ноги целовал, носил тебя на руках. И потом вижу, как она там выпивает в стерео с тобой, который, он же настолько старше ее. Он вообще старик, ну, тебя же считают стариком некоторые, ну, малолетки. Ну, малолетки, да, да. Вот, и потом вы куда-то уезжаете на такси, которое я не могу себе позволить, понимаешь? А ты можешь, ну, и он... Я помню, я помню, это ужасное чувство, да, я помню, я помню. А для меня, я же покасательно, меня задели люди, которые, знаешь, которые, бля, я не знаю, как это сказать, не твоя аудитория, но, знаешь, меня задело... Женское внимание, которое оказывается тебе, да, обычно. И я в восхищении, насколько это... Ну, то есть, я по каждому пизда страдал, будь еще, знаешь, не очерствевшим мое сердце. Да. То я такой, ну, вы просто неверо... Вы такие замечательные. Вы фотографируете ваши спальные районы в Инстаграме. Вот у вас такие, ну, прям чудесные, чудесные люди. То есть, явно и милые, явно и очень красивые. И это... К чему я это нахуй говорю? Не, я заслушался, прям, мне нравится. Вот, вот это, наверное, я могу сказать. Попытаться за это пояснить как-то... Там, я в компьютер люблю играть. Вот, для моих пассий всегда это было... Для твоих пусей. Пуси, пуси мои, пусички. Для них это было не... Ну, для них это не отдых. Мне говорят, как ты можешь отдыхать так? Но рано или поздно мы находили компромисс. Что, ну, я вот такой. Для них компромисс был изменять мне. И я это тоже принял. И все нормально. Просто, очень просто человека любить за его достоинство. Очень просто. Там должна была музыка начаться. Если мы вывернули куда сложнее и ответственнее, любить его за его недостатки. Ну, безусловно. И вот эта музыка оркестром. Когда ты просто их начинаешь понимать и принимать полностью, когда ты находишь проблем... Ну, когда ты анализируешь, там, какие-то свои взаимоотношения с другими людьми, в своих прошлых отношениях и так далее, такой, ну, я вот понимаю, что, наверное, мне вот в неудавшихся каких-то моих отношениях не хватало именно этого. Но я старался, типа, там, принимать человека с его... Любить. Знаешь, когда ты любишь человека, несмотря на то, что где-то он обосрался, где он что-то не так сделал, где у него есть, очевидно, проблемы, ну, если ты не можешь мириться с этими проблемами, если тебе некомфортно, если ты постоянно по этому поводу ноешь, расстраиваешься и ругаешься, то надо уйти тогда. Или так круто не обращать внимания, что, типа, не понимать, но принимать, да, ты имеешь в виду? Конечно, потому что... Помнишь этот ролик, где скейтер катался в скейт-парке и гуляла мамаша с ребенком, и то ли он мамашу задел, то ли она на него просто начала орать, вот, и мамаша ушла, и пришел муж мамаши, который начал просто скейтеры пиздить. Так. Вот потом скейтер выбрался, сам начал... Роллер, там роллер был. Он разулся и навалял ему жестко. Да, и вот эта мамаша начала его бить. Вот это же прям, это приятие без понимания. Вот такой пример. То есть это может быть мужа вина одна сатана, то есть вы уже вместе просто два неприятных типа, но с другой стороны, если между вами внутри все хорошо, у вас, главнее всего, погода в доме. Все в порядке, погода в доме, да. Да, все другое суета, и вы можете быть даже невыносимой парочкой двух ублюдков. Конечно. Главное, что вам. Но если вы в гармонии, и это не деструктивно для людей и окружающих, ну, вообще для общества, ваш союз, тогда какая разница, будьте вы... Не знаю, там, блядь, у всех свои какие-то приколы, алкоголики вы, наркоманы, но если вы там находитесь вдвоем, и вы друг друга любите, вы сид и нэнси, то кайф, вообще круто. О, блин, я знал очень гармоничную пару наркопотребителей, осуждая очень сильно все эти вещества, но они типа вот... Их было двое, но в отношениях их было трое. Да, да, я понял. Он и любовь. И они. Да, осуждаем мною запрещенным веществом. Ну да, это все говно, наркотики убьют вас, разрушат вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вообще, блядь, неиронично все это говорю сейчас. И спорил недавно с девчонкой про вот этот, я не знаю, как понятие, не понятие, безусловной любви к человеку. И, блин, мне так нравится, что я могу кому-то, знаешь, даже спустя годы, там... Я Сашу до сих пор очень сильно люблю. Вот свою бывшую. Ну, я с ней никогда в жизни не буду, но я с огромной... Ну, я переживаю всегда, что у нее, как она, все ли в порядке и так далее. Это уже другое. Это просто, значит, важный тебе человечек. Ну да, но... Ну, слушай, мы же, когда расставались, мы были уставшие друг от друга, и я испытывал негативные эмоции по отношению к ней, а потом это стирается, потому что все равно там без этого человека и... без каких-то людей ты не был бы собой и так далее. И у меня девчонка молодая говорила, нет, надо нахуй ненавидеть и выкидывать людей, блядь, навсегда из своей жизни. Выкидывай. Выкидывай. Я никогда никого не смогу простить, своих бывших не смогу простить. За что? Она не сможет их простить. Ну, за что там? За измену, знаешь, за какие-то вещи. А я думаю, ну, сиди, сиди дома. Ну, типа, не, понятно, что можно придать доверие, но глобально я с самого раннего возраста не понимал вот это, типа, а бывшая моя, пусть я не блядь, ну, когда ты вот так вот замахом зла желаешь, потому что... Ну, а что вас тогда вообще объединяло? Как вы дошли до того, что вы разошлись только на моменте, где вы друг друга ненавидите? Вы как себя до этого довели? Вы же сошлись, потому что вы как минимум симпатизировали друг другу. Вы, не знаю, вы друг другу половые органы лизали. Это сближает людей. Это определенно... Ну, ты не каждому доверишь подобное. Поэтому между вами явно было что-то хорошее. Как вы сумели обратить это в что-то настолько плохое, что если я его увижу, я его, блядь, убью. Вот до такого. И точно ненавидеть нельзя. Но это же молодая девчонка. А в выпуске Словой, который был... Вот это количество дней назад. Да. Там же старухи провались в комментариях. От чего? От того, что... Ой, Дима говорит, что девушки такие, такие, такие. А после этого берет и убирает себе 18-летних. А, да это, блин, прикиньте, Вова то же самое рассказывал. Прикинь, Вовчик то же самое рассказывал. Что у тебя... Ну, что старухи провались. Не старухи провались, а там... Которые хотят тебя. Так я там вообще другое говорил. Я говорю, я один раз, блядь, один раз поговорил с 18-летней, которая через 3 минуты меня нахуй послала. И там почему-то все такие, а что ты 18-летних выбираешь? Не 18-летних, 22, мой выбор. Да, привлекательно. Потому что я, смотри, я безусловно... Бери. Ой, блядь, там еще я тоже что-то в такси ехал сюда, чекнул комментарии, и там... Я рада, что в Европе... Мы разговаривали с Вов... Бля, прикинь, мы в этом подкасте обсуждаем другой подкаст. Ну, слушай, он такой, он интересный. Мы закольцевались. Мы паучья вселенная, блядь. Мы должны ходить с одного в другой подкаст. Про то, что в Европе некрасивые девушки, и я там сижу и говорю, блядь, в России, в СНГ, украинки, белорусские, все просто очарование. Девушка говорит, я завидую девушкам в Европе, что они могут за собой не следить, и они встретят человека, который их любит не за внешность. Я думаю, какая ты лицемерная... Сука! Ну, как? Не по обложке, блядь. Ну, как не по обложке? Ну! Мы же животные. Трахаться-то нравится всем. Это когда на человека смотришь, ты же хочется его не за... Какая она интересная и добрая. Или за то, какой он начитанный. У него вот очки вот с этими, с огромными, блядь, диоптриями, потому что он все прочитал в мире. Что? Ты же очень интересный человек. Хороший. Что? У тебя там очередь есть, кто тебя полюбит и оценит, зато какой ты человек? Надавил туда. Извини. Я такой, следующий... Следующий. Кнопку вот эту включаешь, что, знаешь, горит, входите. Я такой, подхожу, открываю дверь, а там нет никого. Такой, да? А вроде приемное же время. У меня лет до 40 приемное время. А чего никого нет? Ой, господи. И это больница Silent Hill. А, мне еще могут сказать, мне как будто это приснилось, что вот именно, что мне могут сказать, что я инфантильный, незрелый, не хочу работать над собой. Потому что, ну, типа, быть несерьезным. Ну, я всю жизнь несерьезный. Я на этом, блядь, карьеру какую-то никакую построил. Потому что мне, меня реально, меня очень сильно раздражает, когда люди говорят абсолютно серьезным голосом. Знаешь, это абсолютно серьезный голос. Ну, потому что здесь стоит понимать. Ты даже не можешь изобразить его, прикинь. Не могу. Не можешь. А ты можешь? Николай, послушай, нам... Ты тоже не можешь. А всхуяли бы нам мочь это делать? Не, ну, есть который, Дим... Ну, вот, ну, ты понимаешь, про какой голос я говорю? Про абсолютно серьезный голос, которым сообщаются самые серьезные новости. Который врач, который сообщает о смерти пациента, должен вытренировать себя, что она... Блядь, не... Вашего отца не стало. Без этой херни. То есть... Ладно, с этой претензией я, например, справлюсь. Слушай, а я думаю, если ты можешь свою точку зрения объяснить без... С аргументами? А? Не из серии я такой и вот и все. А когда ты можешь объяснить там условно, тебе говорят, ты пьешь, ты ведешь неправильный образ жизни, ты такой, да, я пью, вот ряд причин, почему я пью, почему я не могу с этим справиться. То есть ты говоришь, что аргумент, это просто более умный вариант сказать я такой, вот и все. Потому что если ты говоришь я такой, и отстаньте от меня, отстаньте от меня, у меня такое есть, это убого. А если ты говоришь, что это со мной по вот этой причине, по вот этой, по вот этой, это же ты тоже говоришь я такой, просто чуть более подробно и разжеванно. Мне кажется, в этом самодостаточность, когда ты говоришь, я такой потому что, потому что, и если тебе говорят, ну и пошел ты нахуй, ты такой, да ради бога. Ну, я обычно, когда человек говорит, я такой потому что, потому что, ты дошел до того, что ты понял, почему ты такой, что тебя туда привело. И если тебя действительно там что-то не устраивает, ты над этим работаешь. И ты знаешь, ну неужели ты не знаешь все свои косяки? Кого хуя тебе вообще кому-то говорит про твои косяки? Чтобы исправить и чтобы... Так ты умный тип. Ну, мы тебя с Вовы пинаем на протяжении, блядь, семи лет, чтобы ты что-то сделал. Ты один из самых там умных людей, которых я знаю так или иначе, начитанных, хотя бы ну пыль в глазах бросить. И вообще талантливых, безусловно. Но ты же не... Ну, что ты не знаешь? Что с тобой не так? Нет, так ладно, на самом деле, сюда не очень заворачиваться. А женщины при этом скажут, ну у них не получилось, ну они додики. А я, я же вот... Блядь, мы мужское и женское устроили, конечно. Да, вообще, подруги, подруги, подруги или что? Ну, не, смотри, Димас, не знаю, как, каким будет твой проект, верю, что успешно, потому что у тебя закатаны рукава, а вот это не может быть неуспешным. И bring me the horizon, ты как? Да. Вот. Это все... Ну, типа, я не знаю, во что это выльется, но мне кажется, ну, мне кажется, что повестка между, ну, мальчики и девочкой или... А вообще не было никакой повестки, просто так выходит. Нет, нет, так нет, что... Видишь, вопросы не все решены. Мы за мир во всем мире решили, пояснили, все понятно. Не знаю, как за толерантность и культуру тоже более-менее все совсем разобрались. А хули, блядь, мужчины с Марса, а женщины с Венеры до сих пор с этой херней справиться не можем. Есть те, кто справляется, вот как ты говорил, которые друг друга понимают, но они все удаляются, как будто бы, из общества. Постоянно все очень сходится у всех. Есть те, которые, ой, я его люблю, ой, я ее люблю. Вот. Ну, это обычно еще и пара, которая в 17 лет сформировалась. Красота. Да, которые в 10-м классе школе начали за ручки ходить. Ну, Коля, ну, слушай, ну, мы круто поболтали в любом случае. Ну, и так или иначе, блядь, точно еще появишься, если я не забью хуй на всю эту затею спустя пару месяцев, пару выпусков. Но я бы не хотел быть... Я бы хотел где-то вот из тех столев уже быть... Куколдом? Спасибо, что пришел. Я знаю, для тебя большой стресс выходить куда-либо.